Учитывая результаты президентских выборов, можно предположить, что кто-то будет не заинтересован очень сильно в провоцировании досрочных выборов, и их вообще на самом деле может не состояться? Главное, кто это будет, это Дадон. Я, например, если граждане Молдовы меня выдвинут, и десятки тысяч людей запишут свои видео в мою поддержку, чтобы я выдвигался, потому что ваша же студия обещала, что я не хочу, как всей партии, решением над Совета выдвинули и так далее, но имитаться по несколько, будут десятки тысяч видео, усатые, выдвигаясь, попросят бельчан, бельчане меня делегируют. Это вы рассказываете уже готовый сценарий или как? Нет, я рассказываю, в каком случае я выдвинусь. И, например, первый указ президента, заметьте, Дадон, говорит, что будет о распуске парламента. Хотя этот же Дадон в 2016 году говорил, что это популин, с этой идеей шли мы с Чубашенко, когда Чубашенко был от нам конец. Наталья, значит, любой сегодня новый президент должен заняться тем, чтобы очистить страну. Очистить страну без того, чтобы собрать всю площадь и подписать первый указ о распуске парламента, ничего не получится. Я понимаю. Представим себе, что состоялись досрочные выборы, господин Усатый, и ваша партия попадает в парламент. Так, мы уже досрочные, мы шли? Да, мы уже досрочные. Кого увидите в качестве потенциальных партнеров? Наталья, давайте про президентский, может, что? Сейчас мы вернемся к президентским, но поймите, ведь, на самом деле, главная борьба за парламент. Я не хочу сейчас, я не хочу фальшиво говорить о том, что у нас президент сможет изменить страну, парламент, и новое большинство может изменить. Партии, депутаты, спонсоры, которые участвовали в ландроматах, приватизациях, подкупах, уголовных преследований. Такие депутаты, такие партии, партнерами нашей партии быть не могут и не будут. Я не додон чуть-чуть розовый, чуть-чуть виолетовый. Хорошо, называю несколько партий. Партия социалистов, ПАС, платформа, да, партия демократов. С кем вы видите себя в коалиции? Наталья, я же назвал все, но я вам ответил предельно искренне, предельно четко на ваш вопрос. С коррупционерами, со всей этой быдлотой. Одни держали под контролем страну, другие стали на колени, третьи грабили. Не будут у меня никакие. Послушайте, Наталья, у меня с 2014 года усатый проект Плохотнюка. Меня там уже убивают. Ага, усатый, стоп, не проект Плохотнюка, в том числе и вы. То есть постоянно те, кто с ним работали, вот как Додон, вы понимаете, вот он сейчас, я смотрю, ООН, Батрынча, другие, фамилию Плохотнюк называют вслух в парламенте, аж страшно становится, даже мнение тоже, понимаете. А пока Плохотнюк был дома, они вслух не произносили слова. Ландромат, контрабан, они выходили, луп так, олигархи и так далее. То есть, ну, понимаете, была жалкая имитация, к сожалению, поэтому...